19 июня в Париже начнётся пленарное заседание международной группы по противодействию отмыванию грязных денег. Украина обратилась в ФАТ с требованием внести страну-агрессора в чёрный список. «39 стран, которые будут рассматривать в том числе этот кейс. В связи с этим мы направили письма о том, что Россия должна быть включена в чёрный список ФАТ. Россия не должна находиться в кругу порядочных стран, отвечающих стандартам ФАТ». Аргументы Киева очевидны. Россия поддерживает террористические организации по всему миру, сама терроризирует мирных жителей, шантажирует весь мир угрозой применения ядерного оружия и глобальным продовольственным кризисам. Москва не способна противодействовать отмыванию денег, организованной преступности и коррупции. Более того, это и есть основа её финансово-политической системы. Стоит отметить, что 24 февраля этого года ФАТ приостановила членство России в организации. Однако этого недостаточно, подчёркивают эксперты. «Сама по себе приостановка членства ФАТ ничего не означает. Россия не находится ни в чёрном, ни даже в сером списке ФАТ. А в сером списке, напомню, есть достаточно не последние в мировой экономике страны, такие как Турция, допустим, либо Объединённая Арабская Эмирата. То, что её членство приостановлено, это не означает, что против неё будут введены какие-то санкции. Это предпосылка в чёрном списке ФАТ, в котором, напомню, находятся всего три страны в мире. И Россия гипотетически может стать четвёртой». В чёрном списке стран, относящихся к группе высокого риска, сейчас находится КНДР, Иран и Мьянма. «Здесь уже будет более жёсткий контроль за любыми сделками, которые будут осуществляться с Российской Федерацией и другими странами мира. Соответственно, будет большое провлечение, большие, вернее, сложности для России привлекать любые финансовые средства в свою страну. Это огромнейший будет удар, в первую очередь, по гражданам Российской Федерации, которые привыкли, грубо говоря, отдыхать в Европе, привыкли отдыхать в той же Турции, в Объединённых Арабских Эмиратах, в других странах мира, потому что элементарно, если они захотят оплатить какой-то отдых, гостиницу, нанять автомобиль, яхту и прочее, прочее, у них будет проблема». Внесение страны в чёрный список оказывает существенное влияние на её экономическую и финансовую устойчивость. Попросту говоря, это своего рода клеймо «изгоя», с которым цивилизованный мир избегает вести бизнес. «Это позволит существенно подорвать торговлю России с другими странами. Это означает, что любые транзакции юридических лиц России будут предусматривать дополнительную проверку. Финансовым учреждениям проще будет отказать. Чёрный список – это то, к чему мы стремимся. Мы настаиваем на этом, и мы считаем, что у нас есть достаточно оснований». Россия пытается оказывать политическое давление на своих коммерческих партнёров, говорят в Министерстве финансов Украины. Москва требует от них выступить против инициативы Киева. Однако в офисе президента Украины уверены – страны-союзники примут верное решение. «Российскую федерацию как государство-террориста, страну, финансирующую терроризм и совершающие террористические акты против гражданских, необходимо систематически наказывать. Один из таких шагов – исключение государства из ФАТФ, чего Россия очень боится после приостановления её членства раньше». Андрей Ермак, руководитель офиса президента Украины в Телеграм. «Если федерацию внесут в чёрный список, это станет серьёзным аргументом для того, чтобы Россию признали спонсором терроризма в США», – подчёркивают эксперты. На прошлой неделе конгрессмен Тед Лью от Демократической партии подал в Конгресс США законопроект о признании России государством спонсором терроризма. 10 октября прошлого года в Конгресс уже вносили подобный законопроект.